Привет, мои дорогие Ведьмакеи, и мы с вами продолжаем играть в 3-й Ведьмакеи. Геральт тут в странной позе. Я, кстати, скрафтил сейчас зелье, вернее масла на все случаи жизни, ребята. Сейчас я вам докажу это, смотрите. В любой момент я могу просто зайти в снаряжение, и видите, сколько у меня масло против вампиров драконов. Где против призраков красное? Я могу просто сделать это. Теперь я Геральт, убийца призрака. Геральт, против, только против гибридов масла нету, потому что там ингредиентов очень много, которых в торговце не было. Просто я взял и купил все эти ингредиенты, вместо того, чтобы их искать. И прикольно, что все эти масла восстанавливаются после медитации, как мне сказали. Я знал, что они восстанавливаются, но не знал, что именно после медитации. Я думал, они просто без... ну, как-то сказать... Просто сказать, время от времени там появляются или они всегда есть. Я вот, ну, не был уверен точно насчет этого. И насчет навыков, ребята, у нас прокачались четко, мне кажется, мы можем уложиться. Сколько у нас очков? Вот я 7 очков потратил, а это доступно 6. И мне скажешь все-таки, ну, что нужно и копить эти очки, а нужно потратить 6 очков. Тогда будет открываться следующее умение, то есть мы должны что-то тут еще качнуть. Хм, я, я, я думал по-другому, ну ладно, хорошо. На самом деле, да, человек был прав. Я не знаю, может тут что-то прокачать, хотя я не уверен, магию или качать, или в ближний бой. Мощная атака, боевой транс, получив урон. Ведьмак теряет на 20% меньше адреналин, плюс очков. Продолжает стрелы препарирования, урон от мощных атак, я вот не знаю, стоит ли это, не стоит ли. Вкачать все вот это и, так сказать, оставить здесь мутаген дополнительный. Сократить урон, получаемый при уклонении на 20% рост очков адреналина. Раздумаю, что лучше качнуть. Или же вот это, когда здоровье достигает нуля, чтобы вырастить, расходятся очки адреналина, если они есть. Бессмертие, в принципе, это хорошая штука, лезвие бритая. Боевой транс, вот, речка. В принципе, мне кажется, боевой транс хорошая штука для адреналина, потому что это нам очень поможет. Давайте сюда вложимся. Открылись у нас остальные навыки. Так, это адреналина теперь для знаков. Я хочу и знаки положить качать. Не знаю, какой лучше. Игниард. Акси, в принципе, хороший знак. Но его прокачки не влияют, по-моему, на диалоги. Радус действия арда. Даже не знаю, что качать. Там есть такой соблазн, качать все. На все не хватит нам. Наверное, инстинкт выживания можно сюда поместить. А здесь у нас таутвоится мощь знаков. Если использовать еще один. Правда, я не знаю, опять же, какой. Ирдан можно есть. Игния. Какой у меня все-таки ближе. Игния. Игни, в принципе, хороший знак. Но он именно против каких-то противников определенных. А, увеличивается эффект акси в диалогах. Мне казалось, нет. Я плохо читал, видимо. Так, вперед. Обязательно качаем. И все, все в навыки вложены. И 21 мощь знаков. Да, мотаген действительно. Теперь он работает, потому что я смог открыть другие скиллы. Нифига, сколько у нас тут есть мощь знаков. У нас желтого, у нас и красного мотагена у нас все равно нет, ребят. Так что придется или синий ставить, или на здоровье поставим. Нет, мне кажется, на мощь знаков лучше, чем на здоровье поставить. Только их объединить нельзя, потому что этот мотаген сильнее. Тут целых 10. Нет, тут 7 тоже. У нас двойная мощь знаков. Мощь знаков, кстати, все равно работает. Даже несмотря на то, что тут нету других синих навыков, все равно будет у нас 28%. Видите, мощь знаков уже все вместе 33%. Даже так сказать, польза есть в любом случае, как ни крути. Хм, они близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Продолжаем изучать местность. Вроде ничего необычного. Нам нужно убить чудовища, ребят, в этом особняке. А как всегда, ну, ведьмак, чудовище, все такое. Собираем просто все ненужные, все ненужные вещи тут. Тут есть один призрак, я хочу его завалить. Что ж ты мелькаешь все время? Реально, какой ты неугомонный близок. Он даже ударить себя не дает. Они же не были такими. Почему он постоянно мелькает? Надо выбрать арбалет. Дэндер, он реально победит? Что-то с этим призраком явно не то. Может, из локации. Может, тут локация такая, где призраки не любят на месте оставаться. Дополнено. Так, призраков мы завалили. Пол дела есть. Винуться к Долорсу. Я думал, тут будет как много чудовища, все такое. Но нет, здесь как-то даже слишком спокойно, ребята. Ничего, в принципе, больше интересного нет. Да может быть, но... О, смотри, наша коняшка прям сразу в конюшню встала. Нет, плотва, все, хватит есть. У нас дела. Во-первых, в деревеньку заехать. Узнать, как там дела обстоят. Физика. Геральт не может просто взять ее. Так сказать, проехать, если его голова не влезает. Так, не туда едем. Извините, а всеми едут по указателю основного. Не обращай внимания на дополнительное. А надо бы. Что ж, ребят, вот мы почти в селе. Поговорим с Долоресом. Надеюсь, она тут... Чуть-то знак вопроса отображен. То есть, мы не знаем, здесь ли она или нет. Интересно, интересно. Да так, пару духов. Ничего. Там уже безопасно. Благодарю. Это место столько значит для меня. А ты, случайно, не находил шкатулки с моими сбережениями? Нет. Может, ее украли? Может быть. Столько лет прошло. Но ты поищи. Другой награды я тебе предложить не смогу. Я так и сделаю. Мне пора. Да хранят тебя боги. Дополнено. Нет, он завершен. Мало нам дали, практически ничего. Как с бомжом вошлись. Мне кажется, я хочу вернуться сейчас, кстати, к сюжетным заданиям, если вам интересно. Потому что... Селить вот в Аксенфурт, посмотреть, что там. Потому что мы... Доп-задания есть в игре очень много. И, по сути, выполнять их можно бесконечно. Так что я подумал, пора вернуться к сюжету. Давайте выполним последнее, наверное, сюжетное задание. Вот здесь, которое поблизости. Вот, например, опиум для народа. И потом, так сказать... Черт. Они все далеки. Они все в тысячах шагов. Потому что... Потому что мы их все брали. В этой области. Двор прознолюбцев. Есть двор прознолюбцев, ребята. Выполним там последнее, наверное, задание. Отправимся потом выполнять сюжетное в Аксенфурт. По дороге возьмем еще тонну дом-заданий, которые мы будем выполнять еще бог знает сколько. Ну, ладно. Мне кажется, мы и прокачались прилично. В принципе, 11 уровень. Мне кажется, дальше только броню нужно на эти подходящие и все. И того, кто ее скует, собственно говоря. Коняшка сюда. Хотя мы почти выполняли все задания. Но в каждой деревне как минимум два новых набираются. Так что задания всегда будут. Может быть, когда у нас будут трудности, потом можно будет еще что-то повыполнять. Иллюзия. Где иллюзия? Ты о чем? Кто-то наложил иллюзию. А просто он зачем? Че, твоя земля? Кто, кто смеет беспокоить мою божественность? Ты кто? Геральд из Ривии. Приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение. Но не ожидал, что оно такое большое. Скажем, неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне, радоваться простокваше и Эмерки Проса? Не бывать этому, так им и скажи. У меня есть мысль получше скромными дарами или умрешь. Хорошо, я им передам. Давайте вот так. Блин, ну ты какой-то... Не знаю, троглодит, который кормится за счет... Давно ты сидишь в этой норе? Лет сто. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такое большое, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу. Какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее паразитом. Может и так. Только кто в таком случае прей и милитери? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Блин, блин, я не хотел этого. Я тебя просто убью. Ты думаешь о том, что в лодке смертной. То, что узрит мою обественность. Я не хотел, а случайно выбрал, ну ладно, он заслужил. У меня сейчас гроб на 100%. Потому что он мощный. Гром и ласточка. Мы верные друзья. Потухнуть. Потухнуть. Ладно, может я и зря его вольнул, но он мне случайно. Отвар из древнего лешего. Я случайно выбрал. Я не хотел ребят выбирать. Я хотел ему просто пригрозить. Ну ладно. Поговорить с мужиками. Что нового? Ваш всебог мертв. У меня для вас добрые вести. Бог умер. Это было обычное чудовище, которое пользовалось вашей наивностью. Вы голодали. А он обрастал все новыми подбородками. Что ты наделал? Все бог предупреждал. Говорил, что если его не станет, всех нас смерть ждет. Пойдем, Требр. Расскажем остальным. Только общая молитва нас спасет. Ну ладно. Не, жаль, я не хотел этого делать, но... Ладно. Что сделано, то сделано. Я не хочу сохранение прошлое выбирать и не убивать его. Отчасти он заслужил на самом деле, но... Ладно, все-таки печально. Печально. И, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся мы уже в следующей серии. Там уже посмотрим, на какое задание пойдем. Тут, в принципе, выбор у нас великий. Давайте посмотрим. Я думаю, поехать в Аксинфурт по основному заданию. Кулаки ярости велен. Я просто думаю, Диады. Поехать ли вот по этим заданиям или же можно... Ну, кулаки ярости еще. Давайте, ладно, давайте в этой серии еще закончим кулаки ярости. Мне кажется, можно, потому что в каком-то селе тут наверняка есть. Мы просто сейчас с этой вот точки, с двора праздолюкцев поедем. Шевелись, плотва. Так, спереди. Можно ли туда добраться, как бы, если нельзя? То я... Кочмана распутье. Да, можно. Это одна из первых локаций, в которые мы вообще прибыли, если честно. Помните, это самое первое, это еще в самом начале. Ну, не в самом начале, но очень близко к началу игры. Много-много часов назад. Последний бой, ребят, примем. Кулачный в Велине. Ты, похоже, отчаянный забияк. Я такой. Такой на турнире бы пригодился. Да и тебе сплошная выгода. Ты подзаработаешь и кулаками помашешь. Ты как? Ну, я как бы да. Я да. Я готов. Принять в этом участие. Размер ставки побольше. Давай все 70. Я готов драться. Люди! Через минуту начнется мордобой. Ведьмак сойдется с кузнецом, который расплющит ему морду, как брусок раскаленного железа. Хатью. Водки у тебя часом нету. Получай, получай. Неплохо. У тебя есть шанс стать первым. Если хочешь побороться с чемпионом этого года, то поезжай во Вронице и спроси сержанта. Спроси сержанта во Вронице. Давай, давай, поеду во Вронице. Хотя, зачем ехать, ряд? Можем-то отелепортироваться. Так, Вронице, Вронице. Где Вронице? Подлесье, празднолюбцы. Вот Вронице. Давайте, ребят, сержант. Ведьмак. Ну что об этом думает Барон? А Барон знает, как его люди тут развлекаются. Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Кирова ставит. Все время проигрывает. Ну что, тоже бывает, тоже надо проигрывать иногда. Будем драться, давай. Так, уставить размер закладки. Энтер, давайте. Ну давай, подходи. Принципе, ну обычный бой. Просто противник более сильным. Блоки надо ставить чаще будет. Блин, он прям надежился бой с обоудара. Не, вообще, они простое. Простой, проще, некуда. Кто тут победил? Ну и схватка. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Мне мало всегда, так что я поеду. Я как закатал, я такую девку тракнул, как и тракнул. И хер я ложил на всякие запреты. Прям, знаешь, такой диалог. 160 цель заработаем. Что ж, ребят, спасибо за просмотр. Следующее задание у нас будет сюжетом. Обязательно поедем по сюжету. У нас несколько вариантов. Можем поехать по делам семейные или хозяйке леса. Не уверен, что лучше. Мне кажется, может, хозяйке леса даже получше. Костры Новиграда я не хочу начинать, потому что совсем другая линия квестов. И ехать нужно в город, так сказать. Так что я хочу, так сказать, это отложить. Так что, да, ребят, мы сейчас с вами отправимся. Посмотрим, что ближе. В гротах эльфский погост имеется. Вот они, ребят, где-то здесь находятся. Мне кажется, мы поедем по этому заданию. Отправимся от грота Драконобойца. Можно будет, кстати, поехать очень близкий маршрут. И, может быть, нам даже сюда повезет заглянуть. Потому что тут очень пустына, как видите. Никто тут не живет. Хотя вас нет. Тут кто-то определенно живет. Тут, походу, здесь должен быть гарнизон Эльфгарда, 100%. Или какой-то крупный город. Но, мне кажется, похоже на гарнизон Эльфгарда. Так что, спасибо за просмотр, ребят. Следующее задание у нас сюжетное. А именно, называется оно Хозяйки леса. Так что, пока, ребят. На следующей серии можете лайки ставить, подписываться, если хотите. И, да, пока, ребят.